так вот такие пучочки черемши приобрели 100 рублей пучок вот такие огромные они вот такой вот моя рука посмотрите какой пучок и всего 100 рублей огроменный черемша и как называют дикий чеснок весной медвежья первая еда как говорится он уже поспел такой вот как поспел поспел для того чтобы его заготовить на зиму купила 5 пучков каждый пучочек 100 рублей такая красота подальше отодвинула сейчас готовлю заготовочку на зиму из чесночка здесь вот это срезаю чищу убираю вот такие пять пучков у нас огромные вот они здесь уже первый пич пучок перекрошила чашка у меня маленькая сейчас пойду к свекровке за большим тазом потому что это надо все заготовить на перекрошить потом перед просолить я все вам покажу вот в прошлом году не успела сделать эту заготовку на зиму в этом году буду стряпать пирожки пирог с вот этой черемши мы кладем суп в любой соленую черемшу сейчас покажу у меня в холодильнике там есть черемша первый пучок который я приготовила кушать чтоб сейчас в час делала салат сейчас я вам покажу вот так она у меня в холодильнике хранится черемша это уже вот она неделю стоит у меня это вот первый пучок который я приготовила чисто кушать час в витамины получать вот так вот я покрошила вот она на и в банку пласт пластмассовую заложила упрессовала все ну естественно солью я все перемяла солью не не очень крепкий раствор соли делала хранится очень хорошо вот у меня уже неделю лежит вот идеально просто вообще черемшичка аромат стоит дома обалденный делаю салатик очень простой с яйцом с майонезиком отварила два яйца туда пару ложек этой черемши солененькой майонезиком смешала и все а ту которую приобрела черемшу будут готовить на зиму вот он у меня салат вот он с яйцом кушаю так что пошла дальше готовить соль использую простую пищевую всяких добавок пойдем дальше крошить мама раньше готовила черемшу тоже на зиму но она делала как-то это с томатом ее тоже крутила она кажется ее на мясорубке я рецепт точно не знаю я делаю по простецки черемша и соль вот такие посмотрите огромные пучки огромные просто вот моя рука это пучище я не знаю спасибо большое что продали такие большие хорошие пучки так что крошим дальше крошу как можно мельче так что будет нам на зиму всем витаминки большое содержание вообще витаминов почему медведь кушает черемшу потому что там много витаминов так что поехали дальше так тазик десятилитровый вот столько получилось черемши у меня это я покрошила 44 пучка черемши соль сейчас посолю так чтоб не не пересаливать самое главное я все делаю просто чтобы соли много не было и все сейчас помну руками и уберу будет стоять пока соль не растворится потом по банкам ну вот сегодня я упаковала свою черемшичку сегодня уже второй день она у меня ночь простояла в тазу просолилась соли много не добавляла вот двухлитровая банка получилось из четырех из четырех вот таких вот пучков черемши видите остался один пучок что я решила с ним сделать банок у меня в городе нету у меня в деревне банки а это мы будем кушать а потом детям в контейнеры сложу отправлю сестре отправлю в иркутск черемшичку вот двух душечка такая получилась а с этой черемши продолжу я ее заморожу сестра подсказала что черемшу можно заморозить так что сейчас я приступаю и и почищу уберу вот эти вот соцветия которые 7 7 7 ники это 7 7 ники вот тут уберу все здесь ножки почищу все сделаю и мелко мелко покрошу вакуумный пакет воздух надо обязательно как можно больше выгнать из пакета и морозилку очень говоря сестра сказала что получается зимой достаешь и хоть куда тоже добавляешь вот попробую в этом году сделать так потому что этого мне достаточно это очень много черемши получилось а просто она упрессованная толкушкой и туда толкла эту черемшу я попробую посолить ой посоль заморозить так что приступаю к работе вот такой вот у меня ролик по заготовке черемши так что всем до новых встреч пока пока и мирного неба над головой до свидания всем